Прикладного самоанализа Есть очень точные методики и методы, позволяющие человеку работать над собой, познавать самого себя, раскрывать свои потенциальные способности, и вы можете посмотреть в дальнейшем отзывы людей, которые этим занимались, приходным самоанализом, и можете увидеть, что это любой человек может на самом деле сделать и молодые девушки, и женщины, которые имеют детей, особенно даже те, которые у детей, у них вроде бы тоже время нет, и то они могут выбрать время для того, чтобы работать над собой. Как вообще происходит работа над собой? То есть я сначала обучаю человека методом анализа своих поступков, своих действий, и очень много же говорят, думайте позитивно, думайте хорошо, а как думать хорошо, никто никогда не учился. Есть очень точные методы, есть точные эффективные методики, позволяющие регулярно каждый день работать над хорошими моментами своей жизни, чтобы вы могли вспомнить абсолютно все, вплоть до самого детства, ну не знаю, до юности, там 3 месяца можно вспомнить моменты. Вы думаете, не находясь ни под каким гипнозом, не обращаясь ни к каким психотерапевтом, можете самостоятельно сидеть дома и вспоминать все хорошее, что в вашей жизни было, тем самым как бы усиливая свои способности, возжигая себя самое лучшее, что у вас есть. То есть получается, что у каждого человека есть как бы две части разума. Одна часть разума содержит плохое, другая хорошая. И люди, все наше образование, все наше воспитание строят в том, что люди обращают на плохое. Ты думаешь, что это не так делаешь, не так поступаешь, не так делаешь, не так поступаешь, и люди в этом застроят. И думают только через плохое в своей жизни. Они не уважают себя, себя не любят. Вот я обучаю людей находить в себе только хорошее. И за счет того, что вы вспоминаете все хорошее, что у вас есть в жизни, да, ваше самоуважение растет. Растет ваша самооценка. Растет ваша уверенность в семье. И у вас появляются необычные способности, которые у вас изначально заложены, они у вас есть. Ну вот, одна из женщин, которая будет выступать чуть позже, она раскроет свои целительские способности. Другая, как правило, свои способности организаторские. То есть у каждого человека есть таланты и способности, врожденные с детства. И вот, познавая себя, имея в руках прикладные, то есть практические методы самоанализа, вы можете решить все свои проблемы самостоятельно, владея однажды этим инструментом. Так что я вас приглашаю в игру по самопознанию. Игра так называется «Самопознание». То есть люди, которые прошли обучение методом прикладного самоанализа, потом они вступают в игру с такими же людьми, где они друг друга делятся успехами, делятся достижениями, победами, и в конце концов приходят к самим себе. Это самое ценное, что можно сделать, это найти самого себя. И, поняв себя, вы можете понять других людей. И если вы послушаете отзывы этих людей, кто сейчас в этой игре, вы увидите, что большинство людей, работая над собой, они не специально меняют свое окружение. Улучшаются отношения с мужьями, улучшаются мужья, улучшаются дети, улучшаются мамы и отношения с мамами. Так что если у вас есть проблемы, то не ищите проблемы в людях, ищите проблемы в себе. То есть именно работая над позитивным себя развивать, все, что у вас есть хорошего, и вы получите все, что вы хотите, и вокруг вас тоже. Ну вот так что добро пожаловать в игру самопознания. Ждем вас в Международной академии прикладного самоанализа. Спасибо. 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 Спасибо.